Ну что ж, ребят, всем привет, я рад вас видеть в новом видео. Прямо сейчас я нахожусь в Киеве, много из вас знает, что я родился и проживал очень долгое время в Украине, об этом мы тоже сегодня поговорим, но всё же сегодняшняя тема нашего видео это Арнольд Шварценеггер. Вы знаете, мне кажется, что второе имя Арнольда это реальная дисциплина, потому что всю свою жизнь он жил по очень чётким правилам, он тренировался постоянно по жёсткому графику, и что самое главное, его питание всегда было идеальным, он кушал курицу, рис, гречку, блять, я не знаю, разные стейки, рыбу, вы знаете, для него это никогда не было проблемой, он делал это просто налегке, но всё же, ребят, мне в интернете удалось найти информацию, что же Арнольд кушал в разгрузочные дни, в дни, когда у него был Чит Мил, Чит Дэй, поэтому сегодня мы этим займёмся, прямо сейчас мы отправимся куда-то туда на улицу, и будем кушать первый приём пищи Арнольда, который он кушал в свой Чит Дэй поэтому сажитесь поудобнее, я думаю, берите что-то вкусненькое, потому что сегодня будет много чего вкусного, и мы начинаем это видео прямо сейчас, погнали Ну что же, ребят, знакомьтесь, это Злата, расскажи себе сейчас двух словах Ну, я с Киева, и по моей подболке всё понятно, тут без комментариев, просто В общем, вот так, сегодня мы, на самом деле, договорились с ней делать тановую тягу, она хочет научиться, хочет поставить себе новый рекорд, я также хочу с ней сделать очень большие веса там какие-то, и поэтому, ребят, сейчас мы находимся вот здесь, возле нас бургерная, первый приём пищи Арнольда в день Чит Мила как раз-таки связан с бургерами и всякой вот этой темой, поэтому сейчас пойдём вместе, сделаем сильный приём пищи, и потом уже с вами увидимся в зале, let's go А что означает твоя футболка, расскажи? Моя футболка? Ну, зайдите на сайт, увидите А, это реклама? Реклама, да, они заплатили Так, ребят, нам уже принести бургер, на первой приём пищи у Арнольда были бургеры как раз-таки с говядиной, самое главное, что было говядина, поэтому мы взяли самые большие, я говорю, что тут они есть Ты пустишь, что это самое? Офиатант подумал, что мы вот с камерой, у тебя порнохнап-компорт, и он думает, что-то странное, совпадение какое-то Сейчас раздеваться начну Да, камера, порнохнап, короче, одна ассоциация есть Ещё нужно мороженое и какой-то десерт, к сожалению, здесь нету штрудель, а Арнольд обычно штрудель кушал Ну, мы возьмём скорее всего чизкейк По поводу чизкейка я не гарантирую, что Арнольд прям в деньчат мило его ел, но всё же будет чизкейк, вот Больше, ребят, в этом бургере примерно пищи шкурка в нашем подсчёте, у нас 100 грамм где-то, сколько, 320 кг, да, мы так думаем, вот Я думаю, у Арнольда был примерно такой же, но на самом деле самая главная цель нам не сильно обьется, потому что следующая тренировка у нас будет Точнее, следующая локация будет тренировка, где нужно делать странную тягу, поэтому кушаем бургеры, кушаем мороженое Нормально, да? Чётко, всё, let's go Короче, штруделя здесь, к сожалению, нет, и мы взяли какую-то дичь, непонятную, я думаю, Арнольд не обидится Вот, у Вовы, короче, чизкейк Мне кажется, Арнольд тоже кушал чизкейк, просто он никому не говорил, это 100% Ну, у Вовы хоть что-то нормальное, а я взяла себе орех, я думала, что это торт будет, а это просто какая-то крупненькая штучка, непонятная, похоже на мороженое Ну, сейчас мы расскажем, как оно И ещё, короче, ещё у меня будет мороженое, вот это, поэтому, ну, калорий ещё больше, вот Вкусно, на самом деле? Да? Красиво Это футборно, да, называется, Вика? Футборно, да Ещё у нас с чалкой, знаешь, вот это, асамарой Вкусные или нет? Да Такой сладкий, реально Не берёшь? Классовые лосины, красивые новые лосины А ну-ка, покажи Это новые, да? Да Ого, классные Нормальные лосины Ребят, если вам нравится лосины Златы и новые, обязательно ставьте лайк Златы, короче, еда едой, но нам нужно тренироваться, как бы, потому что мы за моим жиром Сейчас златы делаем стану тягу, она говорит, что никогда не пробовала делать стану, но, как вы знаете, я иногда её делаю и там Поэтому сейчас она очень златы И мне кажется, если честно, что она потянет килограмм восемьдесят так точно Потому что в принципе она реально очень сильная Я ставлю ставки на двадцать На двадцать? Я никогда не делаю, вы способны ночью сломать, серьёзно В общем, я гарантирую, что сейчас у меня будет восемьдесят килограмм, поэтому сейчас покажем технику И, соответственно, начинаем всё делать Погнали! О, ну чё, 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 чё Опа, ещё с ним таким Я даже не буду ещё не считывать Ребят, на самом деле, три дня назад я пытался поставить новый рекорд в стану тяге 260 Прямо сейчас я, короче, вставлю здесь ставочки какие-то, мы поговорим в этом рекорде Ну и всё, мы сейчас тоже делаю классику Закачай немножко скину, потому что после этих двухсот шестидесяти, честно говоря, ну немножко, там, цена попаливала, да? Очень сильно меня вымотала этот рекорд Но всё же сейчас, я думаю, что-то покажем именно в классике уже сегодня Погнали! Так, так, ну что, ребят, давайте сейчас поговорим о моих новых и нынешних, хех, нынешних, нынешних рекордах в жиме лёжа и также в стану тяге В общем, сразу же по приезду в Киев, буквально в тот же день я пошёл в зал, свой атлант-жим любимый, все его знают прекрасно Очень крутые грифы там и очень крутое оборудование для пауэрлифтинга, вот, поэтому я там всегда ставлю новые рекорды В общем, я был настроен на жим лёжа Я пришёл, начал навешивать блинчики, очень хотел пожать 140 кг, потому что до этого я жал 140 всего один раз в своей жизни Это было практически целый год назад, и тогда я весил, блин, 80 ровно Конечно, был немножко залитый, да? Но сейчас вешаю 77, более сухой, и кондиции, как у меня, намного лучше Поэтому давайте сейчас посмотрим, смог ли я пожать 140 кг на этой тренировке при весе 77 кг Субтитры делал DimaTorzok Давай, 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 да, 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 да Так, в общем, ребята, это было очень сложно, немножечко оторвал таз, но всё же с я... Учитывая то, что я ехал на автобусе, и сегодня ничего почти не кушал, где-то 20 часов мы ехали на автобусе, и, конечно, от маски всё, да, но всё же 140 для меня это сейчас очень хорошо Если я загружусь с телеводами, если я отдохну, и на соревнования ещё предстоётся больше месяца, то, в принципе, будет чётко, всё будет классно, поэтому остается лишь готовится, и 145 будет прям вот изи, прям бум-бум, я вам обещаю Через 3 дня буквально я, короче, решил поставить новый рекорд становой тяги. Я снова начал загружаться калориями, много пиццы кушал, всякие темы. Пришел в зал, до этого у меня был рекорд 250 килограмм. Я был заряжен реально на 260, вот без шуток. Поэтому вот сейчас давайте я начну навешивать блинчики потихоньку. Начну делать становую тягу, увидите, смог ли я потянуть 260 килограмм. Погнали. И, короче, я подхожу такой к штанге, начинаю, короче, приматывать лямочки. Начинаю натягиваться, все четко срываю, идет классно. Но потом я понимаю, что я начинаю какую-то пигню творить, что-то начал подседать. Короче, не смог я и вытащить, не хватило силы, не будешь играть какие-то отмазки, вообще не любят такими. В общем, просто слабак и не смог сделать 260. Но все же, вот реально, число тот день силы, наверное, 250 было бы, мне кажется, да? Но нужно больше отдохнуть, нужно больше восстановиться. И 260 будут обязательно. Но сейчас давайте продолжим нашу тренировку со золотой. И уже видимся на втором прямом пище Арнольда Шварцна игра. Кстати, он, возможно, будет на тебя большой, да? Большой, он будет большой. Да? Да. Смотри. А не такая журуха? А нет, смотри. Вот это как раз нормально, да? На последнюю штуку, да. Пусть от оля такая узкая. А? Пусть от оля, это нормально? Вроде да. Тебе, главное, чтобы она поставить тегом. 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 Все, давай, держи спинку и львешь курорты. Нормально? Это можно, если не слить. Пиздец. Не сдерживай себя. Там где-то, ты попросишь в программ. В общем, ребят, здесь уже 80 килограмм. Злата настроена сделала одного рекорда. Она, короче, не верила. Не верила, но самое главное... Я не верила, что я сделала 60, это уже 80. Ты легко сделала 60, легко сделала 70. Сейчас будет 80. Я хочу, чтобы она сделала на один, да? Скорее всего, дальше не пойдем. Потому что, если мы пойдем дальше, короче, набуточным большим конкурентом для мира фауэржетинга, вот. Давай. Да, главный спинкер, держи. Так. Оп! Урожка. Урожка. Папин фэн. Треть. Легбаш. Клешен. Так, ребят, наша тренировка в становой тяги зашла просто на врач. Сейчас заехали сюда. Все-таки я решил не сдаваться, я хочу на эти штрудели в Киеве, которые кушает Арнольд Шварценеггер в день чит мило. Точнее, он кушал раньше, когда очень активно качался и выступал. Поэтому здесь какая-то заведуха. Говорят, что здесь очень крутые штрудели, очень классные пироги. Поэтому здесь будет наш второй. Прям пищи второй. Прям пищи Арнольда Шварценеггера. Эй. Летт го. Так, так, так. Здрасте. Да, давай на душе. О, здесь нормальная движуха вообще. Кусочек. А нам сколько нужно кусочек? Ну, два кусочка. Нет, мне кажется, два. А сколько ты хочешь? Можно, пожалуйста, пять кусочков? Можешь набить меня, пожалуйста. Да у вас будет чуть-чуть, у меня из себя. Не, не надо, не надо. Хорошая, я буду только себя. В общем, пять кусочков этого пирога? Пять. Да. Так, в общем, у нас здесь два с яблоком получается, да? Да. Два с яблоком, один с... Лишний, вот еще с яблоком. Это шоколад, банан, мак, орех. И еще нам дали какие-то печеньки. Да, я думаю, R0 тоже немало кушил. Поэтому за здоровье R0 сейчас мы все это скушим. И поправимся дальше. Итак, ребят, у меня есть для вас небольшие новости. Не так давно компания Apple выпустила всякие вот эти новые смартфоны. И на данный момент они являются лидерами на мировом рынке. И пока их все обсуждают, давайте сейчас мы поговорим, как же можно заработать на этих самых технологиях. В общем, есть такие ребята из компании FTC, которые знают стол к этому и сами решают за инвесторов, куда лучше инвестировать. Выбирай самые выгодные позиции и предложения. Тебе не нужно абсолютно ни во что вникать, ты просто выбираешь ремной тариф, закидываешь минимум 100 рублей и получаешь свою гарантированную прибыль от 1-2% в сутки. Опять же, все ссылочки будут в описании, но мы с вами продолжаем наш второй прием пищи Арнольда Шерснеггера. 1750. Да, в общем, 1750 калорий это такой, но чисто после того, как мелко закрытие, это самое углеводное окно. Поэтому сейчас я сделаю это и уже потом будет какой-то более солидный прием пищи. Что-то наелось нормально? Я уже не могу. Не, я реально вот смотрю, сними меня, у меня очень-очень большой, если здесь видно будет. Капец большой живот, да? Не, серьезно большой? А, если поставить по букву у меня, то будет вообще большой. Да. Ну я такой же. Не, я уже реально не могу. Не знаю, как Арнольд это все делал, но он реально очень жесткий в этом плане, потому что у него вот такие прям пищи. И ему наверняка больше кушал пирога, чем мы здесь видим. Ну да, без пирог. У него был целый пирог, ну там, наверное, килограмм наверняка есть. А у нас здесь, ну, там, буквально, ну, сколько, грамм, 600-700, вот. А он все-таки кушал сам. Ну это реально очень тяжело. Я думала, будет легче. Ребята, многие из-за грамм уже подумали, что я переехал в Киев, поскольку нахожусь здесь, наверное, дней 10, уже 11. Но на самом деле из-за того, что я сейчас сделаю визу, в какую страну, я уже говорил, в Севинсея, вот здесь Инстаграм, поэтому обязательно зайди. Вот, виза, короче, задерживается, все очень долго, где-то дней 7-8 я ее делаю. Ну, а, короче, сейчас я с вами сделаю небольшой рем-турции и хаки, покажу, с чем я живу. В общем, на самом деле, это, наверное, самая лакшерия хата, в которой я жил. И когда я еще был в Север, когда находился в Север, я всегда мечтал о крутых апартаментах, да, и поэтому сейчас, наверное, до конца своей жизни я буду вот так выебывать, снимать прикольные хаты, потому что у меня реально была недостаточно вот такой вот лакшерий приколок всякий. Я все время искренне мечтал о такой хате, поэтому 2 часа покажу, с чем там за хата. Так, 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 в общем, вот такой вот коридорчик здесь, коридорчик, первое, что покажу, наверное, уборное, в общем, душ, короче, как они в общаге были, не знаю, почему так, вот. Кстати, зеркало это очень круто, в этом зеркале я делал такие победные фотки, за счет того, что вот это освещение, то есть оно очень решает верхнее освещение, поэтому сюда фоткайтесь в таком освещении, вы будете максимально регулярные, сюда будете в классной форме. Но если фоткается в плохом освещении, то фоточка будет плохая и вы не поднимитесь в инстаграме Поэтому это самое главное лайфхак, реальный цвет решает, наверное, процентов 50 всех проблем Так, ладно, ребят, дальше у нас Здесь самое прикольное, это вот кухня и панорамные окна Я реально всегда мечтал о панорамных окнах вот таких прям низких, которые прям в пол Такое утром просыпаешься, выходишь просто как батя, вот так смотришь на город Понимаешь, что всё прям чётко, вот Здесь у нас, ребят, что самое главное, это креатив, на котором я всегда прогрессирую Конечно же, ребят, ссылочка в описании Я являюсь амбассадором MyProtein уже больше года, наверное У меня очень прям пока с ним работать Очень качественный спортпит, очень качественная одежда, да, начиная с футболок И заканчивай курточкой, которая тоже сейчас на меня MyProtein Очень крутой бренд, очень хорошие цены Фармокод здесь написан, поэтому реально не благодарите, вот И дальше, что самое последнее и самое важное, это, конечно же, спальная, да Вот здесь, короче, кстати, очень крутой канал нашёл Парниша снимает видос с неплохие, вот Я сразу как зашёл хату, смотрю, блин, телек включен, и ребята понимают, что смотреть, вот Ладно, на самом деле, блять, фантусь Вот такая кровать, да, вот там зеркало И тоже здесь очень прикольный вид Самое прикольное, что это прямо вот здесь, вот, в этом здании, а там метро, короче, очень близко, на самом деле Вот такая вот тема Это, кстати, шпага, это, короче, если будут заходить воры, просто в глаза хратишь ими, и всё нормально будет Отсобавчись Ну что же, ребята, прямо сейчас давайте пойдём купим пиццу, это будет третья прям пища Арнольда Штарснеггера Нам нужно две больших пиццы, и также нам нужно ещё какой-то десертик Десертик обычно у него мороженое, поэтому let's go в магазин Здрасте, можно, пожалуйста, две больших пиццы с собой? Спасибо большое, поздравляю Да-да, ребят, вы не удивляйтесь, Арнольд тоже кушал пиццу, на самом деле это было крайне редко, и всё это происходило не из-за того, что у него там какой-то слабый характер Ибо он очень сильно хотел прям такого вот чего-то вредного Всё это было ради того, чтобы разгружать себя, самое главное, морально По сути, читмилы этого и сделаны, то есть, чтобы убрать морально какое-то давление, да, со стороны диеты Ну и, конечно же, за счёт таких читмилов, которые вы делаете крайне редко, у вас может улучшиться форма, намного Вот, к примеру, сегодня вечером тоже покажу свою форму, то есть мышцы заливаются водой, они становятся намного наполненнее, очень много гликогена И вот прям после читмилов таких очень классно ставят рекорды силовые новые, поэтому они 100% будут Не знаю, насколько Арнольд любил маргариту, но я лично люблю вот Ну и также одну взял с курицей и с ананасами, это тоже моя фаворит Напишите обязательно в комментариях ваша любимая пицца, мне реально очень интересно Возможно, вы что-то посоветуете, прям такой топчик, чтобы вкус был В общем, плюс ещё 2000 калорий в копилочку, ребят, вместо обычного мороженого на десерт, который Арнольд кушал Очень часто, у меня будет сегодня шоколадка, именно такая, именно чёрная, именно с орехи Потому что все факты говорят о том, что Арнольд кушал шоколад, поскольку он родом из Европы, с Автрии И там, ну реально, шоколад очень популярный, особенно чёрный, вот такой вот качественный Спортвитер, это моя любимая, поэтому я его взял Кстати, я не знаю, почему они не платят, но я почти в каждом видео показываю, что я кушаю Спортвитер Идеально, самый прикольный Ну что ж, Пань, на самом деле, Арнольд Шреснеггер даже вничтит мило, когда он отдыхает, кушает постоянно мясо Постоянно у него стейки, здесь у нас, короче, 500 грамм стейка, это получается четвёртый, последний прям пищик Поэтому сейчас кушаем его и сделаем выводы по поводу нашего Читмила сегодняшнего Ну что ж, ребят, на этой финальной ноте мы заканчиваем это видео Какой вообще главный инсайт этого видоса? Дело в том, что Арнольд крайне редко делал Читмилу, но всё же он их делал Это был человек реально дисциплины, всё в его жизни всегда было по плану, он спал 4 часа, питался всегда идеально, тренировался всегда идеально, безукречно И вот эти бургеры и пиццы, которые хавал, он не стоит принимать, это очень серьёзно, да, потому что это было очень редко Видео с классическим рационом Арнольда Шреснеггера у меня уже есть на канале, поэтому оно будет по ссылочке в описании Обязательно его посмотри, ну а мы с вами, ребят, прямо сейчас, короче, прощаемся, вам большое спасибо за просмотр Надеюсь, вам понравился этот видос, это, наверное, будет предпоследний видос с Киева пока что, да, потому что я потом снова улечу в Москву, потом улечу в Англию И вот, обязательно ставьте лайк, обязательно пишите комментарии, свои пожелания какие-то Мы с вами увидимся в следующем видео, всем спасибо ещё раз, всем пока Целую крепко на вас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!